Вместо пруда заболоченный водоем. Еще прошлой осенью жители деревни Митюкова обратились в редакцию телеканала «Регион-12» с просьбой рассказать о варварском уничтожении пруда человеком, объявившим себя собственником водоема. На днях Медведевский районный суд вынес решение о том, что регистрационные документы на пруд не имеют юридической силы вследствие недействительности договора купли-продажи пруда. Это решение приветствовали десятки местных жителей и сотни рыболовов, приезжающих на пруд порыбачить и просто отдохнуть. Вот только сам пруд вследствие грабительского отношения мнимого хозяина сейчас больше напоминает заболоченную местность. Поздней осенью терпение местных жителей лопнуло, и они обратились к нашему телеканалу за помощью. Экскаватор без опознавательных знаков, расположенный по соседству с водоемом – основная улика творящегося, по мнению местных жителей, произвола. При его помощи владелец пруда занимался добычей якобы сопропеля – плодородного грунта, используемого на дачных участках. В результате хищнической деятельности гражданина, называвшего себя собственником, пруд начал заболачиваться. Пруд пришел в негодность из-за того, что здесь проходили земляные работы. По краю дамбы, с обратной стороны пруда, в прошлом году было вырыто очень много земли, метров, не знаю, с километра, шириной метров шесть, и она была вся продана. Мы, как к нам обратились, мы организовались для того, чтобы спасти наш пруд. Представители Медведевской районной администрации еще прошлой осенью высказали сомнения в законности регистрационных документов, находившихся в руках тогдашнего собственника. Через полгода состоялся суд, на котором с иском к прудовладельцу Пуртову выступил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Медведевского района. Решение районного суда признало недействительным как договор купли-продажи пруда, так и права собственности, оформленные впоследствии на водоем. Решение суда у меня есть, я вам покажу, лишили его прав собственности. За 20 тысяч рубил, купил пруд, представляете, хотел продать землю. Представляете, я вам документы покажу. Я вам покажу, чтобы знали. А где он купил-то? У своего сына, он своему сыну сдал, рыбхоз. А потом снова перекупил? Купил, да, у него пруд за 20 тысяч рублей, ребята. Я вам документы покажу. Прошел суд, лишили все их, нахрен. Местных жителей такие новости, как и ожидалось, обрадовали. Для чего вам пруд здесь нужен? Как? Карасиков ловить. Карасиков? Да и водоем нужен. И это? Во время пожарной ерунды у меня вон за огородом пруд есть. А там пруд есть. За этим даже. Тут такой участок пруда был? А тут стука воды. А здесь сколько дичи водоплавочей было, да? Андатра, норков жила, все, тут бобры жили. Был отличный нагульный пруд. Здесь брали рыбы по 120, по 140 центнеров. Пруд спускной, чистенький. Дно было все чистое. Они вот своей, как вам сказать, своей хваткой вот этой самой, нечеловеческой, взяли там, значит, все это, наделали ям, соблюдая, нарушая всю технологию добычи сопропилля, наделали ям, забросили все это в хозяйство. Главная задача для местных жителей – восстановить пруд, превратившийся в заболоченный водоем. До сих пор на его берегу стоит экскаватор, в его ковше – донный грунт, перемешанный с глиной. Специалисты Республиканского департамента экологической безопасности официально сообщили, что полезных ископаемых, торфа и сопропиля в указанном районе нет. Местные жители настроены на скорейшее восстановление своего водоема. Хотя и вопрос о судебной ответственности бывшего владельца за практическое разрушение водоема кажется им закономерным. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин